Ольга Романова, директор фонда Руссидящая. Ольга, здравствуйте, рада приветствовать. Доброе утро. Ну что ж, была команда до полутора миллиона увеличить численность армии. Уже и искали, уже и планируют повысить уровень приземного возраста. Уже и среди военных, среди пленных искали, если, боже, прошу прощения, среди заключенных искали. Ну, теперь следующий этап – женщины. Как вы думаете, заключенные женщины, опять же, уровень подготовки, понятное дело, он не будет выше, чем у мужчин, логично. Понятное дело, здесь еще может быть и выносливость какая-то ниже. Каким цифрам, каким жертвам, ну, в принципе, наверное, тоже по успеху ЧВК, как думаете, много ли женщин удастся привлечь, и каким количеством смертей это все приведет? Это все очень большие, такие настоящие большие хорошие вопросы. Ну, начнем с того, что ЧВК «Вагнер», бойцы ЧВК «Вагнер», они к армии никак не относятся. И у Пригожина, собственно, с Шойгу серьезный конфликт. И эти полтора миллиона, которые Путин хочет довести армию, это не включает никак ЧВК «Вагнер». Это отдельные структуры. Она отдельная структура, и в армию она никак не считывается. То есть это к полуторам миллионам еще. Так вот, сейчас в ЧВК «Вагнер» воюет 35 тысяч заключенных. Но их на самом деле меньше, потому что мы не знаем количество погибших. Это 35 тысяч заключенных было завербовано мужчин с 26 июня, с лета. Но большой вал, наверное, самый большой вал вербовки был после 21 сентября, статья начала мобилизации. И в конце ноября, в декабре, внезапно, наверное, внезапно для Пригожина, да, собственно, и мы не ожидали, этот поток иссяк. Всего на начало войны в России сидело 420 тысяч заключенных. 35 тысяч завербовали. 8% из этого числа, вот из числа сидящих 420 тысяч – это женщины. И процентов 10 еще – это мужчины, которые уж никак не годны никакой воинской службы. Это и по возрасту, и по инвалидности, и по всему. Итого, в принципе, у Пригожина был еще резерв 1100-150, он мог бы еще набрать мужчин заключенных. Но они перестали вербоваться, просто перестали категорически. И если мы видели еще 2-3 месяца назад, что в зонах вербуется по 500 человек, по 300 человек, то сейчас вагнерсы приезжают и 20-30 максимум. И не потому, что заключенные закончились. Они перестали идти. И что-то начало происходить, начало что-то доходить о смертях, об обмане, о том, что это мясорубка, о том, что там не клюквенная кровь, что война – это не прогулка, о внесудебных казнях, о пытках. Все это начало доходить до тюрем. И они взяли этот резерв женщины, заключенные женщины. 8% их, порядка 60 тысяч на сегодняшний день женщин заключенных. И здесь, конечно, можно набрать будет несколько тысяч человек. Тем более, если честно, правда, с самого начала войны и в Русь сидящую тоже поступали письма от женщин заключенных с просьбой поспособствовать и отправить их на войну. Ну, конечно, мы очень жестко разговариваем в ответ с такими людьми и объясняем все про военное преступление и про агрессию, про все. Ну, часто понимают. Но мотивация у женщин, в общем, понятна. Им тоже кажется, что любое место на свете лучше, чем то, где они сейчас находятся, чем русская тюрьма, где они гибнут в канализациях. У нас сейчас есть такой случай, мать четырех детей за это судят, за то, что две ее товарки по распоряжению начальника тюрьмы полезли в канализацию, там ее чистят, и тут же погибли. И разовалась виновата третья заключенная, которая чудом осталась жива. И это, в общем, такие обычные случаи для российских зон, к сожалению. Это и пыточные условия, и насилие, в том числе и сексуальное насилие, и шантаж, и унижение человеческого достоинства. И женщины, конечно, пойдут воевать. Пойдут воевать, и я думаю, что это будет в самое ближайшее время сделано. Ольга, ну вот когда эти женщины пойдут воевать, говорите о насилии в местах заключения. О чем говорит тогда об отношении уже на войне со стороны сослуживцев? Когда тоже мы видим очень много случаев, когда российские солдаты бросают своих же на поле боя. Ну там забрали одежду, тело оставили. Были случаи даже, когда просто добивают своих же раненых бойцов. Какое может быть, что может быть с насилием, в том числе по отношению к женщинам российским, от российского солдата? Ну, смотрите, дело в том, что в мужских зонах, собственно, почему еще произошло прозрение. Все-таки в мужских зонах всегда есть запреты. Там есть телефоны, и они могут, мужчины, видеть при желании, а сейчас желание у них появляется, реальную информацию о состоянии дел на фронте и о том, как к ним относятся в ЧВК «Вагнер», и как их телами, как к ковролином устилают украинскую землю. И плюс ко всему Пригожин перестарался с пиаром, и заключенным показывают кадры вне судебных казней, а их уже много вне судебных казней. И, естественно, люди на это реагируют. Что касается женских зон, то у них такого нет. У них нет запретов как таковых. В любой женской зоне нет ничего. Вот запретных телефонов, интернета, ничего нет. И они правда не знают о том, что происходит. Они действительно лишены полностью всякой информации. И все, что они знают, они подчеркивают от информации федеральных каналов. Информации, не информации, из врага пропагандистов. И у них поэтому совершенно другое представление о том, что происходит. Абсолютно другое. Им действительно негде взять реальной информации. Поэтому отсюда все остальное. Тогда складывается впечатление, что сообщение Пригожина, которое распространили СМИ о якобы обращении из исполнительной колонии номер 6, не изменяет память, оно получается правдивое. То есть это не попытка пропаганды показать массовость обращения в ЧВК, а это нынешняя реальность. Хорошо, тогда следующий вопрос. Вам не кажется, мы с вами об этом уже не единожды поднимали эту тему, вот реальности федеральной системы службы исполнения наказаний в Российской Федерации, ту систему, которую служба выстроила, систему унижения, наказаний и пыток. Не единожды я сталкивался с таким нарративом, изучая тему системы ФСИН в Российской Федерации, о том, что женские колонии на территории России, они по своей сути намного жестче относятся к заключенным. Люди, которые смотрят за порядком в исполнительных учреждениях, они намного жестче относятся к заключенным, чем к аналогичным исправительным учреждениям, там, где мужчины исключительно находятся. Это опять-таки желание представительниц ИК-6, если так можно сказать, попасть в ЧВК «Вагнер», это следствие вот этой системы унижения и боли. Прежде всего, да, и действительно, такие письма из женских зон с ярко выраженным желанием, чтобы их забрали в ЧВК «Вагнер», они приходят и к нам тоже. Действительно, женские зоны в России значительно более жесткие, чем мужские. По разным причинам. Вот эта вот иерархия тюремная, которая очень жесткая, которая есть в мужских зонах, и сами, собственно, понятия — это плохой закон, но это закон. Это какой-то закон, какие-то правила поведения в тюрьме и правила отношения между людьми, какими бы они ни были жестокими, унизителями, но это какие-то правила. В женской зоне правил нет. И каждая женщина сама за себя. И это, собственно, происходит от того, что, в отличие от мужчины, женщину легче поставить в совершенно невыносимые условия существования. То есть женщина не проживет без горячей, теплой воды, вообще без воды. Гораздо меньше нужно времени, чтобы сломаться. Разлука с детьми, с родителями, шантаж, отмена СМИ до свидания. Все это, конечно, дается тяжелее, и поэтому в женской зоне каждый за себя. Нет, никогда там не бывает бунтов, никогда там не бывает никаких выступлений, потому что женщину гораздо легче привязать к администрации, заставить стучать, заставить делать все, что угодно. И, конечно, никакой правозащиты, никакого прокурорского надзора там нет. Естественно, нет. И поэтому очень часто, очень часто, да, женщина готова пойти на все, что угодно, лишь бы оттуда вырваться. В 2021 году место Александра Калашникова, тогда главы ФСИНА, занял Аркадий Гостев. Связан это было с скандалом, тогда был, напомню нашим зрителям, слив видеоархивов ФСИНА, где подтверждались сообщения о пытках масштабных в том числе. Тогда Гостев говорил о необходимости изменить систему. Ну, опять-таки, эти все популистические громкие заявления можно, в принципе, даже не читать. Они обычные для человека, который начинает занимать такую должность. И, опять-таки, вы знаете, это выглядит исключительно как подготовка самой системы к чему-то большему и использование непосредственно заключенных в продолжающихся войнах. Возможно, даже не задумывались в Кремле о том, что в 2022 году начнут полномасштабную агрессию против Украины, но все же. А пытки в тюрьмах? Мы к теме непосредственно вербовки чуть позже подойдем, потому что все это потом, как следствие, желание участвовать в войне против разных абсолютно суверенных государств. Почему пытки – это такая распространенная история? Почему система ФСИН никоим образом, и я правильно, и это так и есть, не пытается справиться с этой системой унижения? Зачем держать на своей территории огромное количество учреждений, в том числе мордовская вторая, ее считают самой жесткой, если не изменять память, вообще среди системы женских колоний. Зачем держать на своей территории вот эти вот организации ужаса? Чтобы что? Знаете, это очень хороший вопрос. Это очень хороший вопрос, почему вообще практически во всех странах мира эта система, в принципе, она тяжелая, но она хотела бы изменяться к лучшему, люди нормальные, да, хотели бы все-таки изменить эту систему, так или иначе, там, степ-бай-степ, чтобы каким-то образом изменять, ну, собственно, изменять людей, которые туда попали, с тем, чтобы, когда они выходили в общество, с ними было бы безопасно рядом жить. А российская система, наоборот, наоборот, возбуждает в человеке все самое худшее, и это одно из самых страшных мест на Земле. Я много задавался этим вопросом, поскольку в период, ну, оттепели массовых протестов в России, 11-12 год, был такой центр стратегических разработок, занимался тогда последний системный либерал Кудрин, и Кудрин даже заказал в Руси сидящей концепцию реформирования тюремной системы России, и мы ей написали, мы ей написали, и она ушла, естественно, уже не под нашим авторством, она ушла в правительство через несколько лет после этого, то есть ее рассматривали вполне серьезно, через несколько лет случился скандал, первый скандал с пытками, об этом писала новая газета в Ярославской области, и Валентина Матвиенко, собственно, второй человек государства, третий, выступила тогда с высокой трибуны и сказала, что надо реформировать срочную тюремную систему и сделать довольно просто, а надо снять погоны с тюремщиков, то есть это силовики сейчас, и убрать по периметру вот этих всех драмоедов и поставить там просто Росгвардию. Ну, то есть это вот была главная часть нашей концепции, собственно, так устроена в основном все пенцистарные системы мира. Я подумала, боже мой, ну вот сейчас будет реформа. Тут же выступил Путин, тут же, и сказал, так-так-так-так-так-так-так, никакой реформы не будет, я всем доволен. И нас это всех страшно удивило, почему не будет, как не будет, лучше все расписано, будет лучше, дешевле, и можно будет заниматься постепенно ресоциализацией, там, реабилитацией, отдать там вторые ключи от тюрьмы местным властям, чтобы там была связь с семьями, с реальными рабочими местами и так далее. Почему же так не сделать? А довольно быстро стало понятно. Знаете, Путин, конечно, существо, абсолютно не с человеческой душой, не с человеческой психикой, не с человеческой логикой, с какой-то, даже не звериной, зверюшек жалко обижать, да, насекомого, но он, к сожалению, не дурак. К сожалению, он не дурак. И он понял тогда еще, что ему нужно место, которого бы боялись, боялись реально, боялись страшно. И это место, которое пугало бы любого человека, что оно не исправляет, что оно тебя не реабилитирует, а оно тебя убивает, унижает, мучает. И ты сделаешь все, что угодно, только чтобы не попасть туда, или чтобы выбраться оттуда. И, безусловно, этих людей, которые попали за решетку, он, видимо, как и всех нас, да, считает человеческим мусором, но тут тоже прежде всего. И таким образом он еще и решает проблему утилизации так называемого лишнего населения России. Оно же ему не нужно столько. Ему же нужно только те, кто, во-первых, смотрит в рот и все бездумно исполняет, что он говорит, а, во-вторых, лишнее население, это, соответственно, надо заниматься реабилитацией, нужны социальные службы, нужны пенсии, нужны интернаты, инвалидность, нужно заниматься их обустройством с работой, с живьем, пробация нужна, служба пробации, какая, между прочим, до войны была замечательная, создана в Украине, служба пробации. Все это надо делать, а это требует денег, а зачем, а же легче утилизировать. И он сейчас нашел совершенно замечательный способ утилизировать абсолютно ему ненужную часть населения России, просто действительно как ковролином, застилая этой частью населения, ему глубоко неинтересно украинские минные поля. Слушайте, ну а кого следующего тогда будет Путин утилизировать, если он накануне, как он там говорил, цели все равно будут все достигнуты, поставлены, то есть обычные граждане, незаключенные мужчины, заключенные женщины, в рядах российской армии, в рядах ЧВК, но тем не менее отправленные, как пушечное мясо, воевать, убивать украинцев и самим погибать. Следующие дальше, детские колонии, с какого возраста будут дальше забирать, воевать? Дальше будут мигранты, дальше будут мигранты и население малых и средних городов. Мигранты, понятно почему, потому что, конечно, и это же такие просто уже русские народные пословицы, поговорки, да, что кто их считает, да, там на стройке. Тоже такое, пушечное мясо, еще очередной сорт, и будут манить морковкой получение упрощенного российского гражданства или каких-нибудь ништячков в виде денег. Мигранты и мужское население, ну и женское тоже, малых и средних городов, потому что их занять нечем. Это умирающие города с закрытыми производствами, все то же самое. Это молодые мужчины, молодые мужчины и женщины, которые рожают, которым нужна тоже детские сады, им нужны там больницы, школы, пособия, пенсии, социалочка. А Путина совершенно не нужно на это отвлекать деньги, которые он хотел бы бросить на то, что ему реально хочется бросить, да, на войну. Они люди, которые отвлекают, отвлекают его от этого и, главное, забирают из бюджета деньги на то, что ему тратить совершенно не хочется. Зачем ему это надо? Поэтому это вот будет вторая часть. Это молодое население, относительно молодое население, малых и средних умирающих городов, то есть русской провинции, и мигранты. Ольга, еще два аспекта хотели с вами обговорить. Первое – внесудебное линчевание, если так можно сказать. Евгений Нужин – это, наверное, самый известный случай о казни. Внесудебное, так правильно говорить, ситуации. С Нужином, наверное, безусловно, получило, но огласку, исходя из видео, которое распространяли, кстати, сами ЧВКшники, сами вагнеровцами. Но я так понимаю, это лишь вот вершина айсберга, и то это только, наверное, верхушка айсберга. А то, что ниже, что под водой, это вообще пока неизвестно, не стало достоянием общественности. Насколько, по вашей информации, информации России сидящей, внесудебные казни распространены среди ЧВК? Знаете, они очень распространены. Незавна коллеги, собственно, с BBC делали по этому поводу большой материал и рассказали о нескольких внесудебных казнях, которые действительно, да, мы это подтверждаем, показывают нам планшетом, заключенным в российских колониях. Это снимает вагнеровцы. Это действительно кадры внесудебных казней, когда человек, бывший заключенный, заключенный, говорит, что я такой-то, такой-то с колонией, такой-то, такой-то, сделал такой-то, такой-то проступок, ну, там, собирался бежать. И поэтому я есть там петушара, там, козлина позорная, ему тут же стреляют в затылок. И это специально показывают заключенным, чтобы они не вздумали бежать. Но работает это не так. Тогда заключенные просто вообще отказываются вербоваться. И еще рассказывают о том, что были кадры с повешением такого человека на какой-то железной балке. Вы знаете, а вчера я очень долго разговаривала с очень хорошим своим источником в одной из колоний на юге России, куда, собственно, например, прибыли похищенные из Хирсхонской области украинские заключенные. Кстати говоря, он мне рассказал, что, оказывается, их этапировал московский ОМОН, и именно московский ОМОН, били их совершенно нещадно, и несколько человек просто осталось на этапе, ну, неизвестно где, то есть они не вернулись. Их избивали, и, видимо, потом они погибали. И он рассказал, что сейчас он вербуется уже очень мало народа. Когда, собственно, вербовался был ПИК несколько месяцев назад, было завербовано очень много иностранцев, но граждан СНГ, но это были таджики, таджикские граждане и граждане Узбекистана. И им сказали, что они сразу же были расстреляны. Сразу же были расстреляны по прибытии на передовую. И было это сделано потому, что их приезд совпал с событиями в Бенгарде, когда на полигоне вот, собственно, два таких мигранта, доведенные до отчаяния издевательств, расстреляли сразу двадцатка человек мобилизованных. И это вызвало там некую ярость, и они там в Агдерс оторвались на просто ни в чем не... Ну, то есть вот просто приехавших завербованных жителях Центральной Азии. И это, конечно, звучит дико, но за время войны мы многому чему не могли поверить. Много чему не могли поверить, что никак не входило в представление о устройстве мира. Однако вот это пока первое свидетельство. И я начала потихоньку спрашивать. Дело в том, что у нас, смотрите, у нас много сообщений от родственников заключенных, завербованных Вагдером, к которым приходят СМС-ки о том, что их родственник расстрелян при попытке к бегству или при попытке сдаться в плен. И из этих людей, из этих родственников половина не граждане России, а как раз граждане Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Азербайджана. А соотношение воюющих не такое. То есть их, конечно, гораздо меньше половины. Ну, из чего я делаю вывод, что во многом это и правда так. И во многом, плюс ко всему, их просто наверняка, даже когда они погибают, их списывают в казненные просто для того, чтобы платить деньги. Конечно. И тут, знаете, интересная вообще позиция ФСИНа. Недавно из Приморского края, если мне не изменяет память, уволился такой себе человек Юрий Лымарь, если правильно делаю акцент. Лымарь, да. Его даже пресс-конференцию потом давал огромную, генерал Лымарь. Его спрашивали о этой призыве таком, не знаю. Говорит, что я ничего не знаю. Это пирование происходит. И все остальное это не ко мне. Вопросы не ко мне. Отличная позиция ФСИН. В конце, буквально коротко, есть ли информация в Руси сидящая о количестве вернувшихся заключенных? Ноль. Не вернулся пока никто. Всех, кто не может больше воевать, пока оставляют на временно-оккупированных территориях. Еще опять-таки отличная позиция, в кавычках, естественно. Ольга, спасибо вам огромное. Мы всегда вам рады в нашем эфире.